здарова с тобой гар давно не виделись ребята признавайтесь соскучились по мне сейчас лето и плюс очень много дел навалилось поэтому данный ролик занял у меня много времени извиняйте перед просмотром советую запастись чем-нибудь вкусненьким потому что впереди тебя ждет очень много интересного также можно этот ролик слушать на фоне чего-либо видеоряд тут не особо важно ладно перейдем делом предыдущих видео я разобрал истории всех специалистов основной сюжет лор и события игры до начала сезонов рекомендую перед просмотром этого видео посмотреть предыдущие три ссылка на плейлист правом верхнем углу и в описании и вот наконец я добрался до разбора самих сезонов и ивентов и там есть о чем рассказать если честно находить информацию для этого ролика было очень трудно я потратил какое-то огромное количество времени сил чтобы собрать это воедино ну а ты за это награди мои страдания лайком это очень помогает небольшому каналу расти подписывайся и напиши в комментарии как тебе лор battlefield 2042 первом сезоне мы узнаем подробности об операции непоколебимое убежище о катастрофе 2040 года известный как blackout и впервые знакомиться с непрекаянной по имени эвелина лис на этом все спасибо за просмотр ставьте лайки шучу шучу это была история о том как гард стал юмористом ладно шутки в сторону ребятки пошли разбираться во всем расскажу вам немного про лис эта информация взята из расшифровки стенограммы 1 декабря до 1042 года зашифрованного планшета принадлежащего кейвену бичиру из корпуса связи пропагандистского подразделения непрекаянных с кейваном как и со всеми личностями мы знакомы по предыдущим роликам лис со своим отрядом гром участвовал в тайной операции недалеко от родслова задача была ликвидировать базу темного рынка которая занималась незаконным возом оружия в польшу поначалу операция продвигалась вполне успешно если не считать нескольких пулевых ранений отряд гром нейтрализовал все силы противника установил заряды взрывчатки и был готов к эвакуации внезапно огни по всему городу погасли вертолет который должен был забрать отряд потерял управление и рухнул прямо на них произошел мощный взрыв который привел к детонации установленных зарядов лис осталась единственной выжившей в подразделении несколько месяцев спустя лис пришла в себя от искусственной комы она находилась в лагере европейского фонда восстановления где увидела что вся их тяжелая работа была напрасной у нее больше не было страны и первая ее мысль была о семьях погибших солдатов подразделения лис несмотря ни на что решила поддерживать их вскоре после этого она встречает ангела у него была небольшая команда занимавшиеся восстановлением и продажей дисков с данными он предложил присоединиться а лис не смогла отказаться так как деньги были хорошими и это помогло обеспечить эти семьи так ли стала неприкаянный однако она считала себя экспетом по итогу они нашли информацию об операции непоколебимое убежище и управляли американцы с базы black ridge они были ответственны за отключение электроэнергии по всему земному шару у них было какое-то оружие на орбите и она вышла из строя оползень в канадских скалистых горах оголил объект black ridge канадская американскую исследовательскую базу оползень обнажил внутренние помещения и повредил прилегающую территорию в результате русскими было обнаружено боевое оружие связи с чем они вторгаются на территорию базы и начинается замес после атаки на объект разведанные подтверждают что ключевые компоненты операции непоколебимое убежище были скомпрометированы после утечки информации о буревестнике 1 почти наверняка стало известно террорист известный как ос сыграл важную роль в координации этой атаки с помощью различных агентов темного рынка более того улики свидетельствуют о том что цель теперь владеет сверх секретной технологией которую намерен использовать в качестве оружия против сша вольф убежден что американцам необходимо приложить все усилия чтобы заручиться поддержка исхода в поиске о за несколько высокопоставленных членов экипажа до недавнего времени демонстрировали тесные связи с ним хотя ожесточенный спор из-за спутниковой информации буревестника 1 и последовавшая за этим вспышка глобальной войны раскололи альянсы однако интересы вольфа и исходы на данный момент совпадают следует также отметить что лиз была к тому моменту на исходе она обладает обширными знаниями о темном рынке и может оказаться полезной в поиске оперативников принимавших участие в нападении на black rich второй сезон знакомит нас чарли кроуфордом темным рынком кто стоит за нападением на black rich с битвой на базе темного рынка в панаме и отрядом ликвидаторы альянс цру судном непрекаянных исход принес свои плоды 15 декабря 2042 года в 2330 исход перехватил передачу от агента утверждавшего что у него есть зацепка по террористу озу британская разведка установила личность говорившего чарли кроуфорд бывший оперативник ми-6 который вел двойную жизнь в качестве торговца оружием на темном рынке он числился пропавшим без вести с 3 июня 2041 года когда теневой синдикат освободил его из-под стражи ми-6 лист подтвердила связь кроуфорда с black rich оказалось он сам руководил операцией это сделало кроуфорда главной целью исхода они отследили передачу в панаме церера севшая на мель океанское грузовое судно превратившийся в центр операции темного рынка посреди озера гатун где когда-то протекал канал далее вам расскажу про организацию темный рынок это сеть лояльных клиентов которые клянутся в верности и молчание говорить слух о темном рынке запрещено за нарушение карают устранением темный рынок приобрел известный 2030 годах когда европа рухнула но их превращение в международную империю произошло во время блэкаута 2040 года будучи нейтральной третьей стороной сетью связи не зависящий от спутников они де-факто стали организации по закупке всех незаконных товаров и услуг включая оружие военную технику разведывательные данные и солдат ими руководит совет три человека неприкаянных ягуар контролирует торговлю оружием воробей курирует торговлю разведанными дракон руководит продажей армии и наемников их истинные личности остаются окутанными тайной нынешней войне русские американцы пользуются их услугами отчаяния заклятый враг порядочности темный рынок мстительная организация их совет стремится отомстить мировым державам которые по их мнению эксплуатировали и бросили их когда их страны рухнули они перепрофилируют развед данные чтобы сеять беспорядок внутри правительств и втягивать отчаявшиеся нации в опосредованные войны друг против друга поддерживая каждую сторону по мере эскалации конфликта и все это при выжимании максимальной прибыли у них также есть свое особенное частное ополчение известные как ликвидаторы которые совсем недавно принимали участие в штурме блэк ридж их истинная военная мощь неизвестно целью операции цру wildcard было обезопасить чарли кроуфорда операция проходила совместно с операцией вооруженных сил сша сухой док пропорциональным ответом на нападение темного рынка на black bridge 25 января в 14.00 ударная команда исхода проникла на цереру выдавая себя за покупателей оружие в штатском для выполнения этой миссии в состав команды входили специалисты неприкаянных ангел фальк маккей борис пайк и дозер действующие под командованием офицера специальной операции ноа вольфа 25 января 2043 года 1030 исход достигает попережья панамы известная как ничейное море исход быстро попадает под обстрел нескольких враждебных кораблей мародеров 1115 появляется неожиданный союзник имповида ранее служивший в испанском флоте оказавшись в меньшинстве враг рассеивается исполняющий обязанности капитана бласка выходит на связь и предупреждает что в этом районе мобилизованы силы противника они полагали что сша пытаются захватить контроль над регионом чего они не могли допустить 1235 исход прибывает в порт ударная команда отправляется пешком к церере 14.00 команда встречается с брокером темного рынка в выставочном зале цереры их прикрытие скомпрометировано и завязывается перестрелка с ликвидаторами темного рынка 1410 операция сухой док начинается силы сша сходятся у озера гатун 1415 кроуфорд приходит на помощь ударной команде ликвидаторы нейтрализованы но брокер удается избежать поимки поскольку битва быстро охватила цереру кроуфорд подготовил судно на воздушной подушке для эвакуации 16.00 ударная группа возвращается в исход с кроуфордом под стражей судно отправляется в более безопасные воды операция увенчалась успехом вольф посетил исход по прибытии кроуфорда и руководил допросом его участие в нападении на блэк ридж подтверждало то что ос создает оружие используя технологию буревестника кроуфорд был достаточно предусмотрителен он закодировал программное обеспечение для отслеживания в пакет буревестника и отправил его озу куда бы не отправилась посылка ее можно осадить с помощью кроуфорда кроуфорд был скорее пленником чем гостем на церере он отчаянно стремился сбежать любыми необходимыми средствами тем не менее он лучшая зацепка для поиска озу вольф устанавливает слежку за кроуфордом в середине сезона стартовал первый в истории батлы и вент так говорили сами разрабы ликвидаторы раскрывая нам кто такие так называемые ликвидаторы и зачем они нужны темному рынку когда конкурент угрожает бизнесу темный рынок посылает своих ликвидаторов злобную команду убийц которая специализируется на принудительной ликвидации активов их задача вывести вражеские отряды с поля боя и захватить районы имеющие решающее значение для прибыли темного рынка ликвидаторы здесь для того чтобы выполнять свою работу третий сезон рассказывает нам о высокотехнологичном заводе нордвик про битву за него знакомит со специалистом рашидом зейном и раскрывает позов с другой стороны 27 февраля в 17.00 исход успешно расшифровал координаты куда был отправлен пакет буревестника удаленный завод нордвик лапландии швеция по предположению циру и вольфа ос использует нордвик для разработки важнейших компонентах для своего оружия под кодовым названием проект серебряное копье доктор ворос ведущий ученый непоколебимого убежища предал их и работает над серебряным копьем при содействии темного рынка он взял под контроль спутник пуревестник 2 непоколебимое убежище это ответ о за на беспрецедентные экологические катастрофы на земле геоинженерная машина способная манипулировать условиями окружающей среды уменьшать угрозы сверх штормов и изменения климата а также восстанавливать экосистемы ставшие непригодными для жизни в результате последствий в руках о за это чудодейственное лекарство в руках его врага это оружие массового уничтожения это может ускорить изменение погодных условий сделать населенные биомы непригодными для жизни или спровоцировать очередное отключение электроэнергии это то что ос планировал со времен дохи вольф планирует нанести удар сейчас пока серебряное копье не завершено начинается операция боевая машина исход стоит на готове судно в боевой готовности все гражданские лица включая семьи и детей высадились в последнем порту включая кевина бичира разведка огневой группы выявила две важные цели на месте вороса и рошеда зейна командира постанцев поза исход проведет операцию по поиску и уничтожению оружия массового поражения поговорим про завод компания nordwick была образована в гетеборге швеция 2028 году монсом нордхестом эриком нильсоном и оскаром бергманом изначально компания nordwick была производителем сельскохозяйственной техникой ориентированной на производство тяжелой техники для корпоративного сельскохозяйства но амбиции nordwick намного выходили за рамки агропромышленного комплекса для своих основателей их компания представила собой лакмусовую бумажку будущего автоматизации nordquist нильсон и бергман были представителями технологического сектора где каждый из них был пионером в области автоматизации робототехники и крупномасштабной 3d печати каждый из их фабрик полностью автоматизирована без какого-либо постоянного персонала имея сотрудников большинство их фабрик были построены в отдаленных изолированных местах после распада е.с. nordwick переключила свой бизнес на поддержку военно-промышленного комплекса поскольку их заводы уже были рассчитаны на крупногабаритное производство переход к военной технике танкам и беспилотным летательным аппаратом был несложным то время часть бизнес империи nordwick по-прежнему поддерживается сельскохозяйственную и техническую промышленность 2034 году 80 процентов производства было направлено на военных публично nordwick сохраняет видимость нейтралитета они представляют себя как мирную корпорацию которая помогает всем нуждающимся частном порядке nordwick и соединенные штаты достигли соглашения гарантирующего что союзные страны получат подавляющее большинство всех контрактов однако сша узнали что это соглашение было не таким эксклюзивным как считалось в течение последних нескольких лет один из основателей nordwick бергман сотрудничал с темным рынком решение поддержать серебряное копье было принято ими самими это был шанс nordwick продемонстрировать свою лояльность об этом было сообщено nordquist у и нильсону они согласны с тем что сотрудничество отвечает их наилучшим интересам тем временем исход подтверждает что на объекте нет персонала единственными активами на месте являются ворс и зейн компания nordwick согласилась предоставить исходу доступ к подземному этажу где ведется разработка серебряного копья свою очередь соединенные штаты направили американские войска и поддержку для борьбы с приближающей угрозой с востока в середине третьего сезона состоялся ивент битва за nordwick сейчас вам поведаю о событиях которые происходили во время этой кровопролитной битвы когда секретный союз nordwick западом раскрывается россия предпринимает ответные действия агрессивно осаждает этот отдаленный объект шведской глуши в битве сталкиваются две противоборствующие фракции для своего объединенного наступления на nordwick восточные силы задействовали черную бурю полк теневых операций обученный искусству проникновения и убийств черная буря атакует завод и пытается разбить своего врага чтобы забрать то что якобы принадлежит им единственное отступление это смерть как говорится противостоит им корпус управления nordwick контрольный корпус nordwick защищает интересы корпорации по всему миру но в этот день они готовятся к беспрецедентному нападению на родную землю поддерживаемый западными силами корпус управления защищает основную производственную площадку nordwick производство возобновится как только враг будет уничтожен печально известный полк черная буря возглавляет атаку на nordwick в то время как восточное ополчение пытается захватить прилегающую территорию корпус контроля nordwick а сражается за безопасность региона останавливая наступление черной бури пока не стало слишком поздно в оборствующие силы разгромили оборону nordwick и получили контроль над объектом теперь контрольный корпус nordwick должен нанести ответный удар возмездия пока черная буря сражается за удержание рубежа корпус контроля nordwick проникает на объект чтобы уничтожить эмком содержащий очень ценные данные прежде чем они попадут в руки врага корпус управления nordwick получает помощь от американского подкрепления и проводит более масштабное контр наступление черная буря и восточные силы ведут ожесточенную оборону в то время как корпус контроль nordwick возглавляет наступление чтобы освободить nordwick от его оккупантов в итоге после трех недель боев у них это удается четвертый сезон нам поведал о капитане имповида камели бласка ранее уже упоминавшийся во втором сезоне полностью раскрывает все задумки о за и вольфа и двигает основной сюжет со спутниками буревестный 30 октября 2043 года в три часа ночи ударная группа вольфа дислоцированная в киптауне южная африка перестала отвечать на все сообщения после 72 часов отсутствия контакта в бункер был послан беспилотник и было обнаружено что все присутствующие агенты мертвы киптаунский бункер был надежным убежищем с тех пор как его вновь обнаружили после распада южной африки поскольку он был построен правительством и спрятан во время второй мировой войны все записи его местоположение были уничтожены десятилетия назад за исключением наших внутренних карт расследование того как произошло это нарушение продолжается из поврежденных видеозаписей внутри бункера стало ясно что нападавшему удалось одновременно подорвать внутреннюю и внешнюю системы безопасности с помощью локализованной платформы для подавления сигналов охрана периметра была выведена из строя грубой силой а группа наблюдения внутри бункера была казнена прежде чем они смогли послать сигнал сос единственный уцелевший фрагмент аудиозаписи был восстановлен после ухода нападавшего поскольку системы безопасности оказались вне зоны действия глушилки запись звучала так держите своих шпионов подальше от моего корабля анализ голоса и ранее известные координаты обеспечить 97 процентную вероятность того что говорившие женщина камила бласка капитан судна имповида неприкаянных если бласка сотрудничает с озом его влияние на ранее нейтральные силы неприкаянных возросло в 10 раз наши оперативники в кейптауне отвечали за получение информации о его солдатах близлежащим рихтерсфельда где они привозили материалы на заброшенный завод по переработке ранкетного топлива wellspring wellspring американская логистическая компания основанная 2022 году за счет инвестиций нескольких подставных корпораций связанных с горнодобывающими конгломерациями сша это по сути оболочкой скорлупы позволяющие осуществлять экономическую деятельность других странах с ограниченной ответственностью wellspring специализируется на добыче полезных ископаемых по всей африке большинство из которых осуществляется без законного разрешения местных органов власти их основное предприятие находилась рихтерсфельде где редкие ресурсы для ракетного топлива добывались из биологически разнообразного региона с максимально возможной скоростью жители окрестных деревень годами жаловались на загрязненную воду и вымирающую дикую природу но наемники финансируемые wellspring поддерживали жесткий порядок чтобы добыча никогда не прерывалась один сельский житель в конце концов стал участвовать в операциях местных агентств и прошел обширную подготовку ополченцев прежде чем связи были разорваны это был некий лоиса окусанье он же ос 2037 году на одной из перерабатывающих станций wellspring в рихтерсфельде произошел пожар неизвестного происхождения поступает противоречивые сообщения о том произошло ли возгорание из-за штурмового ветра повредившего ценные компоненты стекловолокна из-за дефекта формуле топлива или из-за отсутствия протоколов безопасности в отношении бочек для промышленных отходов одна из запомянутых бочек взорвалась при контакте с огнем вызвав каскад повреждений по всему объекту и вынудив весь персонал wellspring эвакуироваться загрязнение от дыма и неправильно хранящихся химикатов нанесло ущерб окружающей среде на многие километры вокруг и сохранялась так долго что было при в конце концов покинула станцию без каких-либо попыток восстановления в течение почти пяти лет этот район считался непригодным для жизни в 2042 году команда базирующаяся в кейптауне сообщила что в окрестностях рихтерсфельда были замечены транспортные средства материально-технического обеспечения неприкавленных эта команда разбила лагерь неподолетку от обломков уэлл спринга и получила подкрепление с небольших военно-морских судов подошедших со стороны оранжевой реки считается что эта группа лояльна озу и работает по его прямому указанию то время как ос по-прежнему владеет технологией буревестник этот лагерь похоже не вкладывается в создание этого оружия что они строят на его вместе неизвестно сооружение уэлл спринг остается опасным без существенного ремонта а его природные ресурсы испорчены и способность вольфа исключить позы из уравнения в швеции привела к возникновение целого каскада других угроз если выжившие с исхода когда-нибудь публично заговорят о несогласованном нападении это может привлечь на его сторону еще больше сил неприкаянных ос это очаг восстания которое должно быть подавлено до того как оно начнется вольфу было предоставлено единоличное командование подразделением неприкаянных по борьбе с терроризм почти неограниченные ресурсы в плане персонала и значительный бюджет агентство хорошо осведомлено о смерти своих агентов а также о том факте что все они погибли по вине вольфа начинается битва при рихтерсфельде судьба на макваленда находится в руках неприкаянных защищающих свое потенциальное будущее государство вольф готовил отряд охотников который положит конец возу его планом тем временем исход отправляется на завод синсека в египте чтобы протестировать серебряное копье перед использованием в рихтерсфельде ос транслирует по радио призыв ко всем близлежащим неприкаянным сражаться тестовые испытания увенчались успехом теперь ос может использовать его чтобы создать дом для всех неприкаянных и гораздо больше теперь можно укоротить сверх штормы исправить окружающую среду исправить мир по традиции в середине сезона состоялся ивент под названием восхождение левиафана он рассказал нам о дивизии левиафан возглавляемой бласка везде где враждебные силы украшают будущему неприкаянных страшная дивизия левиафан находится там чтобы уничтожить их элитной оперативной группе бласка необходимо саботировать операцию противника и заставить его отступить что собственно и было сделано силы поза успешно разгромили нападавших обеспечив себе дальнейшее существование вольф скрылся а его местонахождение неизвестно промежутки с 2042 года по 2043 происходили события завершающие основной сюжет со спутником буревестник с него все началось им все и заканчивается битва за рихтерсфель была решающей это битва определяющий момент в истории неприкаянных в тот день когда они дали отпор мировым переалистическим агрессором они показали миру новый путь новое будущее такое которое положит конец бесправным угнетению и приведет к освобождению всех неприкаянных с помощью технологии буревестник ос смог воплотить свою мечту в реальность он перестроил рихтерсфель не только для себя но и для всех неприкаянных безжизненная пустыня превратилась в оазис став маяком убежищем местом для жизни свободным от несправедливости угнетения эксплуатации название этого места на макваленд пятом сезоне начинается новая сюжетная линия спустя пять лет после событий рихтерсфельде а значит сейчас уже 2048 год в мире battlefield 2042 мы знакомимся с корпорацией архангел алды их вспомнят компания участвовал разработки титанов которых можно увидеть в battlefield 2142 и в battlefield 4 final stand 15 ноября 2043 года ос протестировал спутник буревестник 2 с тех пор неприкаянные и не только отмечают этот праздник каждый год как день возрождения поскольку он знаменует начало новой эры нового мира виде победу одержанную неприкаянными в египетской пустыне сша и россия пытаются нанести ответный удар но терпят неудачу на сильно укрепленных землях неприкаянных по всему миру после того как мир услышал передачу разоблачающую америку ответственную за блэкаут но и вольф был остранен от работы в цру и скрылся вольф знал что уоза есть информация причастности америке к блэкаут и поэтому готовил себе варианты для отступления в случае провала он сформировал группу по связям зарубежной деятельностью их единственной целью было уничтожить о за в случае если цру когда-нибудь отстранит вольфа ему понадобится дом и фолт приняла его с распростертыми объятиями темный рынок стал владельцем спутников буревестник он сыграл важную роль в разработке проекта серебряное копье проникнув на объект black rich и добравшись до спутника буревестник 2 вскоре после того как ос закончил использовать спутник буревестник 2 для восстановления рихтерсфельда темный рынок занялся восстановлением европы несмотря на то что в конце 2040-х годов мир претерпел масштабные изменения всегда существует возможность возникновения новых конфликтов метах лирид сообщает о непроверенной передаче которая выявила активность чехии мы знакомимся с двумя новыми фракциями группой нова и маравской гвардии эти группы связаны с восточными силами и западными силами соответственно очевидно что тот кто транслировал эту передачу возможно стремился разжечь огонь войны точно так же как ос начал войну 2042 года за новый мир которым они сейчас живут этот человек хочет войны ради своих собственных целей команда включающая бориса каспера фальк и дозера вылетает в злин чехия чтобы расследовать передачу упомянутую в отчете рида командиром этой миссии является майор гринланд которая кстати участвовала в компании бф-4 похоже что фальк получила сообщение от членом аравской гвардии сделка заключается в том что неприкаянные найдут источник и расшифрует передачу в обмен на информацию о местонахождении сына фальк дэвида она не знает может ли доверять этому человеку но если это означает что она сможет добиться прогресса в поисках своего сына она сделает это дозер тем временем записывает сообщение для своей семьи он теперь работает с европейским фондом восстановления хотя у дозера казалось бы была стабильная жизнь после всего через что он прошел он понимает что эта миссия важна тотальная война вскоре может снова охватить мир фальк ссылается на воспитание бориса на ферме в разваливающемся советском союзе всю жизнь узнал только выживание он присоединился к неприкаянным после того как сорвалась деловая сделка и опасался свою жизнь ос назначает касперов команду целенаправленно по крайней мере так считает фальк его опыт должен быть жизненно важен чтобы докопаться до сути этой таинственной передачи фальк заканчивает тем что задается вопросом как следует назвать отряд и она выбирает старое название отряда ирландца из bf4 могильщик темный рынок использовал технологию буревестник для восстановления мира и начал работать европе однако возможно архангел щедро заплатил темному рынку за то чтобы он взял бразды правления технологии буревестник своей руки темный рынок и нордвик работали вместе над разработкой большего количества спутников поэтому возможно оба согласились тем что архангел лучше подходит для этой работы большое внимание компания уделяет разработке передовых технологий таких как нейронные связи архангел создает следующее поколение солдат с помощью своей инициативы возрожденные войны военные по всему миру могут использовать технологию нейронной связи чтобы иметь послушных и стойких солдат или же архангел может завербовать их свое частное ополчение легион архангела архангел освещает развивающуюся ситуацию в злине чехия они утверждают что нападение маравской гвардии привело к сходу груза с рельсов а группа нова сотрудничает с архангелом и защищает потенциально ценные активы перевозимые по этому железнодорожному маршруту компания также утверждает что сша развертывают силы для поддержки маравской гвардии архангел готовится развернуть свой легион когда битва уже начнется руководство архангела впервые упомянула о своем прогрессе в развертывании буревестника в общей сложности на орбите находится 50 спутников мир исцеляется благодаря серебряному копью важным фактом корпорации архангел является то что она была сформирована из участников темного рынка внедрение технологии буревестник укротила штормы и придала силы нации с воевав архангелу множество благодарных союзников открывались захватывающие возможности которые могли бы привести к значимым изменениям совет понимал что для этого они должны революционировать будущее требовало чего-то выходящего за рамки темного рынка что-нибудь получше нейтральная организация для всех наций инвестирующая в будущее робототехники искусственного интеллекта и улучшение человечества так и была создана корпорация архангел они тем временем создали инициативу возрожденные войны в основе этих технологий лежат нейронные связи и усовершенствованное протезирование эта инициатива безусловно соответствует цели архангела улучшению человечества однако более чем 20 тысяч солдатов оснащенных конечностями которые могли бы превзойти возможности обычных людей и обладающих нейронными связями архангелы явно что-то задумали до 3 марта 2048 года непроверенная передача показывает наращивание восточных сил в чехии первую очередь группы нова 3 марта 2048 года корпорация архангел получила ответ разведки маршрута поезда охраняемого группой нова 6 марта 2048 года 600 отряд могильщик отправляется в злин где-то между 6 марта и 15 марта 2048 года военные действия охватывают железнодорожный маршрут отряд могильщик встречается с морской гвардией и планирует их атаку на группу нова 15 марта 2048 года руководство архангела отправляет свой бизнес обновления за первый квартал битва между морской гвардией и группой нова уже началась между 15 и 22 марта западные силы америка и морская гвардия наносят решающее поражение восточным силам россия и группа нова тем самым отбивая наступление с востока и отбивая железнодорожный комплекс 22 марта 2048 года исполнительному совету архангела от руководства отправлено обновленное сообщение о запуске спутниковой сети вознесения легион архангела находится в полном составе в злине последний на данный момент ивент знакомит нас легионом архангел сейчас расскажу кто они такие группировка под названием морская гвардия и союзная архангела группа нова сцепились в битве за железнодорожный маршрут транспортировка имущества архангела проходила через этот комплекс и была сорвана руководство архангела обеспокоено возможностью того что сша доберутся до их находящихся в затруднительном положении активов архангел направляет свой легион чтобы навести порядок в этом беспорядке легион архангела это то же самое что и ликвидаторы темного рынка так как руководство организации одно и то же спутниковая сеть вознесения была развернута во многих зонах конфликтов по всему миру компания архангел поставила обеим сторонам восточные западные свои фирменные датчики телеметрии которые передают вознесение географические и тактические данные в режиме реального времени похоже что архангел использует две враждующие стороны в качестве пешек в то время как он набирает силу расправляя свои крылья скорее всего эти данные будут использованы в рамках инициативы возрожденные войны в дальнейших сезонах ну вот и все мы наконец-то прошлись вместе с вами по всему сюжету лор battlefield 2042 известному на данный момент за 4 видео в следующих видео я планирую разбирать сюжет будущих сезонов ивентов и пасхалок которые могут содержать лор спасибо тебе огромное за просмотр особенно если ты до сих пор здесь я очень старался собирая раскладывая по полочкам инфу для этого ролика награди меня за это лайком и подпишись на канал если понравилось ну и напиши в комментарии что думаешь о дальнейшем развитии сюжета в battlefield 2042 с вами был гар всем пока в следующем видео